Вначале сотворил, и дальше говорится Айзбекие, а здесь вначале было слово, оно отличности было. Почему другого названия нет? Оно называется словом Христос. В греческом языке стоит слово Логос, переводится разум. Спрашивается, а чей разум? Разум цивилизованного человека или камчедала, который объедается китовины. Какой разум? Опять ничего не разрешилось. И перевод сделали слово. То точно никто не может перевести, но так вот у нас у русских осталось оно слово. И слово как раз оказалось совершенно ненужное. Вот задумываешься, а если слово не нужно, проповедь не нужна, а откуда о Христе? Разговор даже не надо вести. И вот в первой главе мы сегодня считаем, он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, об Яне Крестителе. Дабы вы уверовали через Него. Все свидетельство было только о свете. А светом называется Христос. А в 12 стихе говорит, и те, которые приняли Его, Он дал им власть. Быть чадами Божьими. Как за власть его не борются? Во что опоятся государству эти выборы? А это все-таки местные еще, а республиканские? И оказывается, власть дается даром. Быть чадом Божьим. Не пробиться в Думу, а стать сыном царя. И не царя земли, а царя неба. Чадом это дитё. И только верую, принявшими Его. Я Его принимаю сейчас. Я уверовал, что Он воскрес. Значит, гробница пустая. Остался Христос живой. И ты провозглашаешься чадом Божьим. Сегодня тебе выписывают документ, переделают твою фамилию. Наделяешься полномочиями сына царя. Ну и так понятно, что к царским детям как относились. Сколько им было уважения. Впереди говорится об Иоанне, что Он есть глаз, вопиющего в пустыне. Хотя пророчество точно не говорило, что именно Он будет. Вот посмотрим, как это всё исполняется сегодня. Во второй книге царств. Первая глава. Шестнадцатый стих. Говорится неоднократно в Священном Писании о том, как люди, отдавшиеся на служение Господу, получали обетование быть в Духе Святом. И вот читаем мы Евангелие от Иоанна, четвёртая глава, тридцать девятый стих. Что уверовавшая по слову женщины целый город. Город Сихарь. Ну какая она проповедница? Она дня не училась. Но какую силу имеет слово? Вначале было слово. И вот слово сидит у колодца, но уже отзвук идёт на язык женщины. И она поверила только то, что он раскрыл ей вчерашнюю её жизнь, вчерашнюю ночь даже. Речь сошла о её связях с мужами. И город пошёл весь за ней. Но если молчали бы, а если бы эта женщина уверовала и побежала и дома скрыла, что бы из этого было? Я всё говорю об одном. Какое великое преступление совершилось в мире, когда слово было запечатано? Евангелист Иоанн, девятнадцатая глава, двадцать четвёртый стих, говорит так. Я послал вас свидетелями, и вы будете свидетельствовать о Мне. Значит, наш разговор всегда должен быть о Господе. Так Господь дал. Что бы ни сказали, Господь благословил. Господь надоумил. Господь примирил. Это Христос и делает. Я бы этого никогда не знал. Да и как бы я знал? Евангелие Теана, пятнадцать двадцать семь. Господь говорит, так же и вы будете свидетельствовать. Что касалось апостолов, это касается всех. На апостолах это не остановилось. Потому что мы чадо их, Павел говорит, печать моего апостольства вы. Вера ваша распространилась на краёв вселенной и похваляет их за это. Деяние апостола, вторая глава, сороковой стих. И другими, многими словами он свидетельствовал им. Спасайтесь от рода сего развращенного. Чтобы принять Христа, перейти в новую сферу жизни, надо от прежнего отойти. И это в проповеди, надо говорить, подчеркивать, как развращен мир. Этот мир сегодня готов быть потопленным. Названия-то никакого нету. То есть земля, грязь одна. Господь так называет. Этот мир готов быть потоплен огнём вечным. Почему? Одно садомитство идёт. Одно блудство везде. И где бы ни посмотрел, это один огромный страшный дом терпимости из земли уже сделали. Это называется насадить образ жизни западного человека. Опять же западного. А запад это погибель. Деяние 4.33 Апостолы свидетельствовали с великою силою. Откуда сила? Об этом говорилось в Деяниях апостолов, что ждите обещанное, сойдёт Дух Святой, и вы укрепитесь. Сегодня мы прочитали Деяние 10.42 И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определённый от Бога судья. Вот о чём свидетельствовать? О том, что Христос пришёл в мир, о том, что умер за наши грехи, и что он будет судить. Вот единый судья, безгрешный, неподкупный. Я просто провожу места Писания, понять, о чём мы должны свидетельствовать. Не просто вышел я верующий сказать. Деяние 18.5 Павел побуждаем был Духом свидетельствовать об Иисусе Христе, что Иисус есть Христос. Иисус, это имя, оно часто встречалось у евреев. А Христос, обещанный, помазанный, с большой буквы, Он единый был. И вот евреи сегодня ожидают Мессии, и мы должны им показать, этот Мессия как раз и есть Христос. И Павел побуждаем был Духом. Почему один идёт в воскресенье на свидетельстве, а других никого нет, Дух не побуждает. Если сила эта в вас, то Иеремия говорит, я хотел удерживаться, но я не мог, внутри меня был как бы разлитый огонь. Но разлитый огонь, как ты его удержишь? Он будет прорываться у тебя, и прорываться будет через язык, освидетельство. В Откровении 22.16 говорит, я, Иисус, послал ангела моего свидетельствовать вам, сие в церквах. Почему ангел? Хотя ангел означает вестник. Под ангелом понимают, это апостолы, это проповедники, это настоятели. Потому что мы нигде в мире не встречаем, чтобы ангелы проповедовали. А мог бы Бог сделать так, бы сейчас затрудили над городом, да ангел один, он бы мог наполнить весь мир. Нет этого. Господь мог бы сделать так, чтобы ни один человек не болел. А тогда бы на ком ты показал доброту, кому бы ты бежал. В болициях-то ни одного верующих не было. Екхресиас 5.18. Если Господь дал человеку власть и пользуется ею, дал возможность, то это дар Божий. Соломон, конечно, имел в виду не то, о чем мы говорим. Он просто имел в виду спокойная жизнь, богатство, достойно прожить жизнь, поставить детей на ноги. А вот он даже нам намек, что я искал из мужчин, нашел одного на тысячу. А из женщин вообще ни одно не нашел. А тем более женщина с властью, да поединиться мы. Где вора мы считаем, есть фея, до нас его же шториса была. А сегодня всякий, кто примет Христа, получает власть быть чадом Божьим. Это сегодня на литургии считается. Принять его только. И ты уже обречешься с силою царя. У тебя уже будут в подчинении не кто-то, а помогать тебе будут ангелы. Матфея 10.1. Какая власть? Он говорит, обречетесь с силою и даю вам власть. Да, власть над нечистыми духами. Нечистые духи, по милости Божьей, открыто не являются. Далеко не всегда. Бывает, человек сжигает совесть, пьет, потом начинает ему что-то мерещить, а потом прямо бесу являются и пляшут вокруг него, тащат и виселицу могут затащить. Я дал вам власть над чадами Божьими. Это трезвая жизнь, спокойствие. Потому когда человек разъярится, он тоже ломает препоны у совести. И дьявол легко входит в человека, он делает что угодно. Матфея 21.23. Обступившие Христа спрашивали, какую власть ты это делаешь, изгоняешь из храма. Власть эту дал Отец Небесный. Вот нас спрашивают, почему у вас такой порядок, строгость. А эту власть дал нам Отец Небесный. Он дал Христу. Он говорит, слушали меня, будут слушать вас. И власть, которую дал мне Отец, он дает нам. Если Христос навел порядок в храме, то я где вижу беспорядок, где есть торговля, вот это непрерывное шатание, значит, там власти Христа никакой нет. Дом мой домом молит. Вот пришли сюда, здесь даже шепотом не разговаривали. Только молиться. Нам, по милости Божьей, удалось это сделать. И мы можем сказать, это достижимо. Почему? Да власть он дал нам. Мы чадо Божие. Нам это легко только сказать. Еще у Марка 13, 34 говорит так. Дал слугам власть и каждому свое дело. Когда уходил, оставил. Уходил это в день Вознесения. И каждому свое дело. Можно спросить себя сегодня. Господи, Ты мне дал дело, или я его сам придумал делаю? От Тебя это или нет? Знаем мы ли дело, которое поручено ближнему, и помогаем ли его выполнить? Мы слуги его. Это определенно. И он дал нам власть. Мы уверовали, да. А теперь осталось определить, какое дело. И каждому свое дело. И вечером нужно каждый день подбивать итог, как я делал его дело. Или нежился, спал, мне некогда, под разными причинами уклонялся от работы. Потому что это поприще, и надо бежать так, чтобы получить награду. Во второй книге Маковейской, говорит, это Коринфянам 10, 8, апостол Павел говорит так. Так, и если бы я стал более хвалиться нашей властью, то не был бы постыжен. Потому что он дал власть нам не к расстройству, но к созиданию. Вот как мы можем проверить, что у нас власть от Бога. Созидаем ли мы? А созидание идет за счет того, что душа обратится к Богу. А чтобы душа обратилась к Богу, ей надо дать живое Евангелие. А чтобы Евангелие дать, как проповедовать, если не будет посланный? Прямо вопрос, как проповедовать? Нас не задерживать надо, как в России делали, а посылать. Это тоже очень четко и ясно. И как проповедовать, если не будет послана? А мы спросим, и как можешь считаться верующим, если ты не посылаешь и сам не идешь? Вот прямой вывод отсюда идет. Я вот дохожу, сижу один дома, вскрикнул просто, Господи, да как это можно было тысячелетия крутиться на месте и совершенно не то делать? Запечатывать людей, никого не упускать, придумать мощнейшие уставы, железная дисциплина, гулаг настоящий, чтобы ни один ни одного слова не сказал, молчальник, затворник, пустынник, отшельник. Какие угодно названия. И все до одного бьют по тому, что сказал Господь. И Он сказал об Иоанне, ты будешь глаз лопиющего в пустыне. Одно дело с крыши минарета кричит, другое дело в пустыне. А чего в пустыне-то кричать? Там никого нет. Вот задумываешься. А чего там? Кому кричать-то? Кричать только о помощи. У нас в буквальном смысле пустыня. Пустыня в стране, через тысячу лет проповеди, которой не было. Пустыня в храмах. Я вам говорил, что вот у нас потеряете, снимали фильм, и они заглавливали глаз лопиющего. Или второе крещение Руси. Ты можешь сказать, что ты глаз лопиющего? И только один евангелист говорит, Иоанн сказал, когда спросили, ты пророк? Он говорит, нет. То есть не тот пророк, который Христос будет. А кто? Я глаз лопиющего в пустыне. Прямыми сделайте стези Господу. Как просто сказано. То есть стезя это стежка, дорожки. Прямыми они должны быть, а не кривыми. У нас у православных прямой дороги ко Христу нет. У нас надо Ксению Петербургскую найти. У нас надо Матрону Московскую найти. Надо по-юродиуму пройти, по всем комнатам зайти. Нам по всем кельям надо пройти. А Господь говорит, сделайте прямым путь ко мне. Я не могу иначе понимать. То есть это все нужно. Когда Христа прославлю, я беру с них пример и поминаю наставников, которые проповедовали Слово Божие. Но я не могу подражать то, что совершенно не в ту сторону идет. В Откровении 1 глава 6 стих. Они имеют власть затворять небо в пророчествованиях. 11 глава. Это два пророка. Считают, что это пророк Илья и Инох, и будут иметь власть, и дождя не будет. Я стал думать, а какое отношение мы к ним имеем. Допустим, самое прямое. Горе вам, взявшим ключ разумения, и сами не вошли, и других не допустили. Куда? До неба. Вы затворили небо. Они имеют власть. Все. Священники, епископы полную власть имели. Всю историю христианскую гонялись, где Слово Божие появится. У греков перевели на одно грешнский язык. Поймали, убили. Все изымалось. У русских все это изымалось. Затворили небо, имея эту власть. У нас все перевернулось. Ту власть дал Бог, а эту власть кто дал? Итак, нет воли Отца Небесного, чтобы одна душа погибла. Вот эту волю я знаю. И Господь дал такую власть, чтобы мы искали души, приготовленные к Небесному Царству. И отворяли им небо через проповедь. Ключ у каждого из нас. Он когда сказал Петру, даю тебе ключи от Царства Небесного, Иоанн Златоус говорит, это исповедание. Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты в это поверил, у тебя в руке ключ. Ты другому говоришь. Христос это Бог. Христос умный за наши грехи. Христос за меня пролил из-за тебя свою причистую кровь. И Откровение 13.8. Есть еще одна антивласть. Дьявол дал власть зверю, а он дал своим. И Лука 4.6. Дьявол обольщает Христа и говорит, дам тебе власть над всеми, всеми царствами. У него тоже власть. И он дает ее кому-то. От обратного рассуждая, можем сказать так, что мы получили от Христа эту власть свидетельствовать. Потому что если дьявол дает своим слугам власть, ну ясно, что Христос дает. В Деянии 26.12 говорится, что Павел шел в Дамаск со властью. Получил власть от вышестоящих органов. Это вот органы, которые хватали, сажали. Дьявол дает. А нам какая власть дана? Власть свидетельствовать. Власть усыновлять. И вот голос в пустыне, он не должен умолкать. Если называется голос, то получается, что ничего больше не осталось. Он весь ушел в голос. А о нас, можно сказать, безгласие 2000 лет в пустыне. Полная абсолютная пустыня. Если сегодня считается вот это место о том, что Иоанн есть глаз, свидетельствующий о Христе, где люди не знают о Боге, то для того, чтобы мы перехватили это послание, чтобы мы получили внутрь себя свидетельство, что мы каждый является глазом вопиющим в семье, на работе, где ты работаешь, потому что там везде пустыня. Пустыня – это пространство мертвое от добрых дел, там, где нет живых людей. Если сегодняшнее только то, что слышится чтение, люди бы приняли, обстановка всюду бы уже изменилась. Мы бы вернулись исполненной силы Духа Святого, сделали глазом вопиющим в Барнауле, в этой пустыне. А так как глаза настоящего нет, то появляются разные ереси, заблуждения, колдуны, экстрасенсы, и виновны будем в этом мы. Если эта пасхальная ночь не изменит нас, если мы не сделаемся глазом, который выпьет Христос в откресе из мертвых. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.